Здравствуйте! Сегодняшняя погода творит чудеса. Порывистый ветер иногда стихает, гонит тучи. То солнце проглядывает, то дождь и заниматься чем-либо. Во дворе нет ни малейшей возможности, да собственное желание. Мокнуть пропаловые грядки, из которых сейчас ничего не вытянешь, это совершенно ни к чему. А потому достала я киянку, свои самые большие стамески и, разыскав кусок старого сувеля, занялась им. Руки-палки, как я соскучился по подобной работе. Но, увы, сердцвина оказалась напрочь трухлявой. Даже проточены от жуков или плечи на гусениц. Старая береза. Валялась она у меня несколько лет. И когда мне наши лесорубы ее привезли, то сразу предупредили, что сувель не свежий. Да, убедилась. Ну вот, что сейчас представляет и вся моя комната. А, Бонька нагулялся. Развалился опять же валияжно. Здесь уже пошуровал киска его Роська. И кот отдыхает. Вынувший в дожде. Но веселый, довольный. Да, да, да. Главное тебе пузо почесать. Любит Панифасо это дело. Ладно, валяется. Вечка устроилась на королечке. Карька поодаль. Ну, а я продолжаю долбить. Как всегда. Еще не имеет понятия даже о том, что может получиться. Но затягивает процесс. Ах, ни к чему не обязывающее занятие. Но я решила, что браться в данный момент за выполнение домового, которого меня попросили сделать, не имеет смысла. Такая работа должна выполняться на одном дыхании. Сел, начал, продолжил, сделал. Ну, а тут, тут еще неизвестно, что получится. На большую работу у меня сейчас вряд ли хватит времени. Поскольку погода будет изменяться. Возможно, пойдут грибы. А потому, конечка, будем продолжать. Вечная загадка. Что получится из подобной деревяшки и во что она превратится. Ну, что ж. Во всяком случае, я получаю удовольствие от того, чем очень давно не занималась. Наступило новое утро. На влажной земле валяется ради козель, видимо, ожидая, что мы снова отправимся в лес. Ага. Вчера прошляпили, а сегодня нет. Сколько же веток. Всякой шелупине обвалило слипы за эти ветреные дни. Сейчас надо привести все это в порядок. Ну, а вчерашние труды с деревяшкой хоть чем-то увенчались. Она начала приобретать определенные, скажем так, несколько абстрактные формы. Но, во всяком случае, я избавилась от всей гнили. Практически от всей, которая находилась внутри. И как только закончу приборку, возьму заболгарку и посмотрю, как же заиграет сувель хотя бы с наружной стороны. И только после этого буду убирать остатки ненужных внутренностей с тем, чтобы определиться, что произойдет в дальнейшем. Ну, а сейчас, Бонечка, на улицу. Надо заниматься приборкой и восстанавливать свой слез. Нескопорушенный ветром полисадничек. Да, Визик, тут есть чем заняться. Не скажу, что это очень надолго. Метелка, грабли и веник под рукой. Но сколько же нападало несостоявшего цветочка в слипы. И между тем, она зацвела. Обычно здесь это происходит на пару недель позже, чем в Москве. А вот на нижних ветвях только еще бутоны. Собаки сгорают. Принимают солнечные процедуры. Ну, а я любуюсь на солнышко. Надеюсь, что сегодня дождя не будет. И можно будет сходить подальше от деревни с тем, чтобы уже начать липу собирать. Здесь самое время. Как же она распустилась красиво. Один из компонентов моего сборного чая. Без нее никак. Ну, а вы, вероятно, составите мне компанию. Но это попозже. Когда благодаря ветру просохнут цветы. И можно будет ими заняться. Да, из-за ряда мусора понападало с слипы. Это уже вторая корзинка будет. А может быть, даже и третья. Ну, не скажу, что очень долго эти гамотные занятия. Во всяком случае, приятно, когда под окнами становится чище. Когда-то ведь я и дворником работала. В лихие 90-е приходилось совмещать деятельность преподавателя физической культуры и дворника, чтобы Машку можно было устроить детский сад. Да, собственно, и когда Ника родилась, пришлось работать уборщицей в инвермаге, который располагался в доме на Соколе, где мы жили. Ну что, продолжаем. Здесь еще многое предстоит. Ну вот, как-то посвежело, похорошело и не так уже страшненько. Но предстоит очередной этап. Это опять же спасение своих растений. Вот уж действительно мартышкин труд. Те ветра, которые дули на протяжении нескольких дней, все мои старания сводят к нулю. Полегли турецкие гвоздики. Это уже можно срезать. А что делается в центре клумбы? Одним богам ведомо. Повалил золотые шары. Все это надо закреплять, подвязывать. Ну а для того сначала нужны какие-то достаточно высокие прутики. И я отлично знаю, где их раздобыть. Во время ремонта моста экскаватор выдал огромное количество ивы. Она росла прямо около обочины, царапала машины и мешала. И вот теперь печальная грудь и валяется около дороги. Я полагаю, что хуже ее от того, что я возьму несколько ветвей, уже не станет. Ну а я все-таки подсуетилась и посадила новую иву. Но уже подальше от дороги. И с целью нарезать здесь прутья для своих корзин. Поскольку это именно те сорта, которые мне могут пригодиться. А вот, собственно, воспрела нечто из той, которая была выкорчена. Видимо, остался какой-то корешок. И, кстати, это как раз тот сорт, который меня устраивает. А потому обходим глину, пробираемся к этим несчастным деревьям и занимаемся обрезкой секатор. Попозил с ветами, сходили в автолавку и Росиком приобрел кукурузные палочки с сюрпризом. Покажи, что у тебя там? Вот самолётчик. И что это? Самолёт. Так. Вот и есть. А ты знаешь, что самолёты иногда улетают в клумбы? Да. А я, честно говоря, подустала с цветочками-то возиться. Эх, ветром такие гвоздики турецкие обломала. Мама, один уже такой запулил. Ну, давай, пуляй в сторону крыльца. Посмотрим, как полетит. О! Слушай, вообще лучше этим заниматься за забором. А я пойду пылить болгаркой. Мне не терпится посмотреть, какой же цвет того сувеля, с которым я так долго упражнялась вчерашним вечером. Ну вот, прежде чем определиться с формой, обычно ощущаешь кору, а вот что под ней, под её останками, это уже интересно. Ну, вот тут сразу же видно, будет очень красивый перелив цвета. А, впрочем, скоро всё это выяснится. Заводим аппаратуру и смотрим, что выйдет. Прошло около двух часов. Откровенно говоря, приходилось делать частый перерыв, потому что ручонки всё-таки устают. Особенно, когда одной придерживаешь заготовку, поскольку очень сложно её фиксировать в неподвижном положении, а другой держи болгарку. Ну вот, что-то стало оформляться. Эх, тяжеленная всё-таки штука сувель, потому что это витиеватая древесина. Некоторые места я, конечно, не добралась. Тут уже придётся работать гравёром. Но, тем не менее, проявился хоть какой-то рисунок. И, в общем-то, полагаю, что вещь выйдет весьма достойная. Попытаться эту тяжеленную штуковину вытащить на свет. Работала я в тенёчке, на ветерочке. Ну вот, так, останки металла послужат подиумом. Да, конечно, заиграет она только после ручной шлифовки. Но, видно, что вещь получится достаточно незамысловатая. Впрочем, всё покажет сегодняшний вечер. Обычно работаешь снаружи после лёгкого выдалбливания для того, чтобы определиться, где какой толщины стенки оставить. Естественно, сведя их до минимума. И увеличить ёмкость своего произведения. За что я всё-таки обожаю работать с дикой древесиной, как я её называю. Просто чертовски интересно и загадочно. Ну, допустим, если вырезаешь какой-то конкретный предмет, то уже заранее представляешь его форму. Естественно, стараешься сделать как-то поинтереснее, получше. И у меня никогда не выходит похожих вещей. А вот дикая древесина, такая как этот суиль, всегда даёт какой-то диапазон для фантазии. И чётко не знаешь, что будет в дальнейшем. Ну, вот, к примеру, вот такой вот кусок старой ольфи. Из него получатся две вазы. Мне ужасно интересно, какими же они станут. Когда-то заготовила такой вот спил, полусгнивший внутри ракиты. И тоже ужасно хочется посмотреть, что получится. Но, как говорится, руки не доходят. И пока она служит подставкой для гвоздодёров. Да, никогда тут скучно не бывает. Вот это я называю уже не дикой древесиной. Кусок ольхи, который вполне сгодится на блюда в виде четырёхлистника. Это какого-то цветочка. Но тут уже всё предрешено. А вот такие вещи действительно достаточно затейливы. Начала я работать с этой деревяшкой. Причём здесь кусочки синенькой осины. Иногда и такой цвет встречается на старом дереве. Одна чаша из этого куска уже готова. И уже меня покидает. Я-то намеревалась оставить её себе. Но можно сделать ещё кое-что из этой. Получится нечто с ручкой. А, ладно, надо заглянуть к Машке. Она тут была в панике, потому что было плохо её гальваники. Но сейчас, надеюсь, дело пошло на лад. Силуэт за поликарбонатом. Господи, я и так недавно всё это построила. А сейчас святая святых. Как твоя гальваника? Жива. Реюмировала? Ну, чуть-чуть, да. Хм. Ещё не так, конечно, хорошо, когда было тепло. И в Москве, когда постоянная температура в комнате. Ну, ты, я смотрю, тепловой пушечкой воспользовался. Приходится подогревать. А ладно, электролит вообще ничего не меденит. Это граффити? Угу. Без него-то никак не нанести. А это то, из чего что-то будет ещё? Не, не будет. Это Ника приносила, но она немножко не того формата. И с чего можно сделать. Слушай, я хочу сейчас прогуляться, посмотреть, как там с Липой за деревней. Вероятно, я Руську возьму с собой. Тебе что-нибудь нарвать? В смысле, Липой? Нет, ну, не Липой, а что-нибудь. Нет, я сама, я очень избирательна в этом. Вообще, Руська хотела на великах покататься. Ну, вот он как раз на велике прокатится, а я прогуляюсь. Честно говоря, я уже заболгарилась. Что это? Лопух. Лопух? Да, будет лопух. Микроскопический. Да. Хорошо бы в натуральную величину сделать. А, конечно, куда я тебе его засуну. Замечательная лопата бы получилась. Медная. Да, может быть, прибить место сыра. Так, что-нибудь новенькое есть? Ну, там парочек куронов сюда доделаю. Я их уже отсылаю. Вот эти, что ли? Я их уже отсылаю. Я их уже не нужила. В контакте. Да. Мой любимый шипунчик. Если что, ближайший отправка в эту пятницу. Мы поедем к врачу. Ох. И из Вязьмы я с ДЭКом могу отправить что-нибудь кому-нибудь. Только с ДЭКом. Потому что с почтой лучше не связываться. Вот не надо, кстати. Там столько народа. Не, Вяземская почта, это да. Там народу много. Там очередь громадная. В Москве я просто заранее все посылки оплачиваю. И отношу уже с готовыми трек-номерами. Никогда никаких проблем у меня в почте не возникало. Все доставляют. Слушай, а мне вот этот Кёмненький все-таки как-то больше нравится. Ну да, потому что у него проволочки витые. А ты знаешь, вроде бы ерунда эти проволочки, но как великолепно дополняют линии. Мне очень нравится. Так, ладно. Надо прогуляться и садиться за свою деревяшку. Я настолько соскучилась по дереву. Ах. Если бы руки не уставали, у меня бы сегодня болгарка сгорела. Я тоже соскучилась. Потому что на одном дыхании все ведет. У меня ничего не работало. Это температура. Ай. Да. И вычислить. Это у тебя все в брак пошло? Практически. Неужели ничего нельзя сделать? Не, я там попробую почлифовать что-нибудь. Камушки подклинились. Ладно. Удачи. Забу Ростислава и едем гулять. А ветерок опять нешуточный. Такое ощущение, что сегодня время, что я провела. Да знаешь, единственное, что сказано, дождя не будет. Ну я надеюсь. Но завтра он появится вновь. Надеюсь. Да. Что возила с цветочками, что нет. Опять все полегло. Так, а Роська чем-то чертовски занят на площадке. Возможно, мне придется отправляться одной. Накопал там ямок. Подвывает, завывает. Ему надо весю подключать. Она не хуже него этим занимается. Ладно. Попробую соблазнить его на прогулку. И с Роськой на разведку. Точнее, я сходил, он съездил. И возвращаясь, обнаружив, что лип уже в самом цвету, остановились около старовшего подеревенского бывшего пруда. Да, теперь это настоящее болото, Росян, как ты выразился. Ты совершенно прав. А ведь когда-то вот здесь стояли мазки, плавила громадная-громадная камера, на которую залезали все ребята от трактора. Представляешь, от заднего трактора камера? На ней 3-4 человека сразу могли сидеть. Да, весело здесь было. Но потом уровень воды упал, и прудик превратился в болото. Заросшее камышом, белокрыльником, рогозом. Да, все меняется. И не всегда в лучшую сторону. Ну что, возвращаемся? Нет, давай там. Нет, слушай, я хочу вернуться домой и заняться деревяшками. Свербит у бабушки. Очень хочется довести свое блюдо до ума. Ну ладно, пока я вам там сработает, что я не буду. Хорошо, пошли. Вернулись домой, а ветерок между тем продолжает крепчать. Да уж, приятен шелест листьев, как заглушающий шум покосов в соседнем доме. Но для цветочков это губительно. Ладно, закончится ветродуй, займусь вновь клумбами. А пока устраняюсь в избушку, возиться со своей древесинкой. Надеюсь, что у них получится. Здоровья всем и удачи. А накупавшиеся в лужах собаки завалили спать. Ладно, посмотрим, что будет дальше. А пока, до завтра.